с какой страны ну вы же сами сказали канаду или нет но у вас я смотрю кленовый лист я давно вас программа есть джонокейшн не о том у вас стоит украина но по крайней мере я смотрю вас и канадских ну да 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 канада канады вопросы какие-нибудь умеете вы можете ответить на вопросы на какие хорошо на какие темы вы имеете ввиду есть так стать какой-то бат настроить можем вы кто по образованию он да это не имеет значения нет за это имеет значение чтобы я послушать и знаете образование образовывая выбрал вопросы может вы схожи с моей про с моими профессиями которые владеют тогда я сушу попрошу вас вопросы более конкретно если нет так нет смотрите образование образование не означает что человек умный я понимаю я я допустим общаюсь я общаюсь с украинцами на тему отношений между украиной россии я понял я вас сразу ремарочку мы же не соревнуемся кто умнее а выискиваем общей темы там бывает и учила у людей близкое образование там смежная у меня образование у меня образование строитель строитель ну значит не очень близко хорошо вы говорите вам общаетесь с украинцами как вы говорите да на тему что военного конфликта и что вас интересует по нему ну да военного конфликта что вас интересует по этой теме вы можете ответить ну хорошо давать я я не знаю свои на какие вопросы выдавайте вопрос я скажу смогу или смогу ответить хорошо задам такое почему украинское контрнаступление провалилась и потери очень большие у них почему ну потому что она была безграмотно подготовлена она готовили так она готовили то канадские американские военные ну они же не значит что они обладают всеми реалиями так стать и нюансами тех действий как данном случае действовать они может они сами не знали а может и украина не выполнила их указаний как они сейчас ссылается что украина не не выполнила тех указаний которые им давали западные вот смотрите вот я объясню ситуацию почему у них все провал я скажу словами арестовича арестович сказал такую вещь я его то него но мне понравилась его фраза что украинцы учили натовских специалистов как надо воевать с россией они наоборот да в утрированном виде можно так сказать но это не очень актуально не может актуально не очень интересно более интересно глобальные вопросы допустим в чем вы видите первопричину хронологически первых причин вот это конфликт из-за чего какова причина хронологически первые самое первое из-за чего возник этот конфликт ну узнаете не без помощи третьей стороны безусловно как про хорошо вот я я вот украинцам задаю один вопрос простой если но некоторые меня понимают я говорю вот смотрите есть соединенные штаты америки они говорят да рядом соединенными штатами находится мексика правильно правильно вот я говорю представьте если постоянно будут лететь над границей сша и сша наши медведи вот эти тур ту-160 ту-92 м эти бомбандер как тут как вы думаете что сделать это я говорю это не причина но так что сделать американцы с мексиканцами я понимаю вашу мысль и в принципе я знаю это вот ну как говорится этот тезис я вам недаром починил подчеркнул первопричину то есть хронологически первое можете назвать я вы вы мне постарались дать как бы мотивировку почему значит это началось сюда со стороны россии я же не об этом пошел вы можете конкретно сказать кто виноват либо какие страны либо какие политические деятельности но я мои это мое личное сугубо личное мнение я не претендую что это будет именно так но я считаю что во всем виноваты ваши соседи ну я понял я не да и я понял мыс я недаром подчеркнул что хронологической первое хронологической первое виноваты два коммунистических лидера ленин и троцкий который 3 марта 8 1918 года отдали унр исконно русские земли такие как харьков и донбасс этим они заложили базу для современного конфликта если говорить про страны виноваты три страны австро-венгрия и германия больше советской россии меньше поскольку на нее на доверие но она особо не сопротивлялась и согласилась отдать то что от нее требовали немцы со старыми чтобы отдали тогдашнему германскому протекторату под названием унр но унр унр был в составе российской советской социалистических а российской федеративной советской социалистической республики не он подел был позже на момент брестского мира он был под где под немцами там немцы оккупировали со временем унр столица унр где была столица унр была в киеве а столица в ссср не а харькове нет нет столица унр была харьков кто был кто был первый грушевский я вы путаете у ссср или просто советская украина это было в харькове 17 год 17 по 19 год был унр составе российской федеративной но вы немножко не знаете ли в девятнадцатом году вообще я знаю где я в девятнадцатом году хальков был освобожден армия деникина и была русская от новороссийской до орла была русская государство администрация с центров харькова это пошло это когда закончишь гражданская война когда закончил двадцатом году и что ну вот с тех пор с тех пор была уже украинская у ссср которая вошла в ссср двадцать втором году а до двадцатого года не было украинская держава в киеве а в харькове был русское государство администрации в историческом плане историческом плане не было такого государства никогда как украины украина государства в историческом плане не было да не было до до семнадцатого года тоже спорит до семнадцатого года не было ну а кто спорит вас здесь не пишет плевать он курсе кто только пишет семичастный вряд ли на мои темы будете беседовать я на научной темы беседы на могу по истории или на вашу телу есть у вас вопросы интересы давайте по истории какой период истории вас более интересует предлагаете ну допустим в истории ссср ориентируйтесь мы более вы от из какого города из кинсекрет родился в симферополе живу в понятно ну хорошо помните в каком году умер стали до всякой кто после сталина был первым лидером ссср первым лицом ему стали подсказывая напрямую замечал власть дав читать отчет на доклад вы не хотели по истории поговорить а череде лидеров там маленков хрущев но чё это как я на экзамене что ли это есть история нет ну знаете хорошо прекрасно так вы относитесь я по истории с вами говорю по истории сэр как вы относитесь вот в этой в этой борьбе маленкова с хрущевым я тоже не родился однако же мы как-то анализирую мы тоже не родили значимы не были очевидцы а то что это было победили победил сильнее да но я согласен да вот к сожалению кстати говоря для истории нашей страны победил сильнейший но так я вижу вы не очень доверены беседовать и в истории задавайте вашего я слушаю вас как вы вы помните как назывался аналог современного губернатора пресса то есть первое лицо области нет вам вопрос можно можно вот смотрите во всех странах средние века во франции в россии где были был царь или король и были дворяне элита почему на украине не было ни графов не князей никого вот просто почему потому что вроде истории потому что у них не было государственности ясно да не теперь вы спрашиваете а когда у них а когда у них появилась государстве уже такое клановое деление было как-то непопулярно в начале двадцатого века это было девятнадцатого века ранее вот так градация которые вы перечислили но у них не было никогда может из-за того что у них элита отсутствовала у них так историю на заборах пишут каждый день черном но это да да история у них сфальтифицирована они в этом смысле да берут примеры кстати с большевиков они перекрали истории на свой лад а хотели и украина пример третье autograph но как лучше эти прикрыли остались я шон привел пример маленьков который был лидером сср будет по истории и про годиров по по истории что перекрыть результатив inventory анию если вы спросили как они малинкова перекроили я под может ответил я про историю что в истории большевики перекроили. Ну, по крайней мере, сначала они вообще практически вычеркнули все достижения истории Российской империи, потом постепенно начали... Например, пример приведите, кого они вычеркнули. Да, они даже Суворова и Кутузова перестали упоминать, а возвратили их уже после Второй войны. А вы думаете, на первые дни революции была задача помянуть Суворова и Кутузова? Я же не говорю про первые дни революции. Они, наоборот, не Суворова обелили. Когда в учебниках истории восстания Пугачева никто не говорил, что его разгромил и взял в плен Суворов. Его поберегли Суворова, чтобы обелить его имя. Его пачкать даже не стали. А вы говорите, перекроили. Правильно. Пугачев-то был все-таки террористом, а его большевики подняли, как героя сделали. Почему он был террористом? Тогда такого понятия террорист не было. Не существовало. Тогда он не был террористом, но по современному понятию он террорист. Ну хорошо, вот вам такой вопрос по истории. У Крамайдана, если вы знаете о нем, кроме как в 14-м году, был еще в пятом году, была практически копия по мотивам того, что случилось в Питере 5 января 1918 года. Вы знаете, что случилось? Ну, так. 5 января 1918 года. С эсеровский мятеж. Какой? Эсеровский мятеж. Нет, эсеровский мятеж был 3 июля 1918 года уже в Москве. Ну, тогда вы покажите, что там было. Уже Москва была столицей с 26 марта 1918 года. А 5 января 1918 года была смерть российского парламентаризма, когда большевики разогнали вновь избранный парламент, который назывался учительное собрание. То есть они сначала согласились на выборы, но они их проиграли. И совместно с левыми эсерами разогнали вновь избранный парламент. И что из этого? Это показывает незаконность прихода к власти большевиками. Они никогда не утверждали, что незаконно приходили. Вы об этом никогда не говорили. Они подобрали власть, которая валялась. Которую потеряли все, она валялась на земле власть. Они подобрали. Ну, я же вам говорю, они подобрали ее во время Октябрьского переворота. Это да. Но потом они согласились на выборы. А когда они проиграли выборы в 1918 году, в январе, они разогнали вновь избранный парламент. Я вам про это и говорю. Ну, сильнейший всегда побеждает. А что это? Никто это не оспаривает. Ну, я с вами согласен. Вот это есть победа законная, а есть победа незаконная. Я же не спорю. Так они о законности никогда не говорили. Ну, я услышал. Они подобрали. Я услышал ваше мнение. Ну, хорошо. Еще какие-нибудь вопросы, может, у вас есть? Они же... Это Украина кричит о законности Майдана 1914 года. Хотя он незаконен от слова совсем. А большевики не утверждали, что они законно пришли к ЛАКСИ. Они взяли ее вооруженным путем. Ну, они и не говорили, что незаконно пришли. Да, Байдан незаконен, я же вам не спорю. Украина это... Так я еще раз говорю. Украина это... Большевики никогда не утверждали, что они взяли, что они власть не пришли к ЛАКСИ. Я же не оспариваю, я понял. Вы не нужно 10 раз одно и другое повторять. Украина это вообще гнойная отрыжка коммунистического режима. Вот это мой тезис. Согласен. Почему только коммунистическое непонятно. Ну, пусть будет коммунистическое. Ну, австро-венгерского еще можно сказать. Ну, польского можно сказать. Польского, да. Ну, хорошо, я вас понял. Есть еще вопросы? Нет, нет. Спасибо за беседу, всех благ. Русня, свет отключила нам. А, ну, бывает. Какие-нибудь вопросы, может, у вас есть? Да, ну, как... А вы откуда вообще? Я вообще из Торонто слыхал. Торонто? Это где-то в Канаде, наверное. Ну, соображаешь, молодец. А вы давно там в Торонто? С пятого года. 2005, да? А часа все уехали? Ну, нет, 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 нет. С девятьсот же пятого. Откуда вы знаете? Ну, мало. Откуда вы взяли, что я с Россией уехал? Откуда вы ехали? Я из Харькова уехал. А, с Украины уехали? Я говорю, из Харькова. Я не люблю говорить, что с Украиной. Я говорю, из Харькова. А, все понятно. А почему вы не любите, говорите? Вы думаете, что с Харькова это не Украина? Сейчас Украина, грамотный человек знает, сейчас это Украина. Зачем мне подчеркнуть лишний раз, что это Украина? А в каком году вы уехали? Ты уже сказал, что в пятом году. Ну, это да, это была Украина? Да, Украина с 1918 года, Харьков Украина. Я в курсе. А я вам больше скажу, это раньше было. Что раньше? Харьков Украина был раньше, да, чем в 18-й год. Ты не знаешь истории. 3 марта 1918 года по Брестскому миру большевики-злодеи Я знаю, что он не на Трофске засылал в Харьков УНР. Я знаю, о чем он не знал. Мне лучше знать историю Харькова, чем тебе. Мне лучше знать историю Харькова, чем тебе. А до 18-го года кто там жил в Харькове? Тебе национальный состав интересует? 63% великороссы, а малороссов, будучи украинцами, было 25,9%. Ну, вы ошибаетесь. Я не ошибаюсь, что Богалей говорит. Официальные данные так говорят. Я ошибаюсь. Я тебе говорю точные данные. Это кто такой Богалей? Ну, такой ученый был, Богалей. Видишь, что не знаешь, что такое Богалей, а со мной споришь. Не спори. Акцептируй данные, которые я тебе говорю, которые отличаются от вашей пропаганды. Это истинный данные. Я подачал Россу законе. Вы ошибаетесь. Вы абсолютно ошибаетесь. Харьков все время был в составе политики. Там подавляющее большинство было украинцев. Понимаете? Я же тебе говорю, 63% было великороссов, которые были русские. Погуглишь потом, что ты мне споришь. Украинцы. Я не буду гуглить. Ну, не будешь, значит не будешь знать. Смотрю. Я прекрасно это знаю. Я не знаю, кто уж Богалей. Он такой известный. Я могу спросить? А почему вы... Хорошо. А куда вы там, оттуда, знаете лучше, чем мы, живущие в Украине, знаете лучше? Вот у меня один вопрос. Ну, вы же не из Харькова, а с Николаева. Я историю Харькова. Откуда вам знать историю Харькова? А как-то они там, ну, рядышком, соседям. А нет, смотришь, рядышком. Так вы говорите, что Донбасс по 8 лет бомбили русские. А я говорю, нет. Я не говорю такого. Вот в Украине? Нет, нет. Километров 900 от Николаева до Харькова, рядышком. Вы хоть географию Украины знаете немножко, нет? А Николаев это где? Николаев это около Одесской области, Николаевская. Ну? Ну, а Харьков где? От вас 900 километров. Географию Украины хоть представляете немножко? А вот так. Я в Донецке живу. Что? Я в Донецке живу. В Донецке? Да ладно сочинять, в Донецке она живет. В Николаеве живешь. В Донецке она живет. Ну, может, жива в Донецке? А живешь в Николаеве? Деда, откуда ты можешь знать свою историю? Если ты учил по учебникам Советского Союза, откуда ты можешь знать на советскую историю? Учебники Советского Союза так же врут, как ваши современные Украучебники, но чуть поменьше. От ничего подобного. Я это учил по британской энциклопедии, я тебе говорю. Британская энциклопедия сказана. Этнический состав Харькова. Это фигурно. Ну, так я уже слышал от тебя. Ну, не хочешь, не акцептируй мои данные. В Россию, но живет в Канаде. Дед, вертайся в завтра, давай. Вот не давай. Давай вражку тут. А чего ты получишь? Давай вражку тут. Пенсии высокие. Нет, вот просто объясни мне этот факт. Ты выходишь с Украины, любишь Россию, но живешь в Канаде. А без семьи нет. Я тебя за Россию ни слова не сказал. Я люблю слабожанщину. Вот когда Харькова... Когда Харькова... Когда Харькова освободится от 102-летней украинской оккупации, я вернусь. А-а-а, понятно. Ты только что топил за Россию. Я тебе за Россию ни слова не сказал. Я за русских топил, потому что... Вернее, за истину, за этнический состав Харькова, что там были большинство русских. Смотри, деда, твоя история... Я слова России ни разу не сказал. Сидишь и выдумываешь там. Забудь, забудь все, что ты знал. Это все хуйня. Тебя обманули. Понял? Тебя обманули. Тебя не могли обмануть. Очень сильно обманули. Я по достоверному... Руссняк обманул вам, деда, пойми. Они до сих пор говорят, что они деликие, блядь, понимаешь? До сих пор, когда пизды получают уже почти два года, блядь. Я тебе объясняю, что я это изучал по британской энциклопедии. Знаешь, такое британское. А это пиздёж, там такого нема, пойми. А чё ж ты не говоришь, что ты за Украину? Ты ж выходишь с Украины, а чё ты не сказал Украину? А я тебе разыскал, что я за Украину. Я против Украины. Ты что хочешь сказать, что ты против Украины? Я за слабожанщину я тебе сказал. Слава слабожанщине. Слава слабожанщине, я тебе могу сказать. Слушай, я тебе серьёзно говорю, я тебя за скринил. Скоро тебя депортируют в слабожанщину, блядь. И там тебе объяснят, что почём, блядь. Он за скринил, молодец, объяснят. Это ж не Украина и не Северная Корея. Канада страна демократическая. Ты меня нахуй депортируют, блядь. Ты будешь тут расстреливать, блядь, понял? Никто меня не депортирует. Канада страна демократическая. Это не Украина и не Северная Корея, запомни. Понял? А, то есть ты определил, блядь, что Канада всё-таки это демократичная страна. А шо ж ты про Русь не можешь сказать? А ну давай, демократия там или нет? А я не знаю. Побываю, скажу. Лошок. Недолго музыка играла. Недолго, пока я танцевал. Ваша кликухой субсидия. Да не, особо нет. Программку поставил, молодец. Определение G-location. Ну ты же по программке определил, что я с Канадой или по какому? Слав у тебя вон, кленовый лист. Ну я как понял, да. Ну и слился. Я специально вот ходил в это, чтобы вот я знал, что вы мне попадёте, и вот оцените. Я специально к шоу установил. Ну видишь, какой ты молодец. Ну вот, да. Как получилось-то, да? Хорошо? Круто, круто, да. Ну это шо, це вас таки? Канадский клэн и Микола Другий? Нет, Александр Второй. Романов? Да. Это тот, который с Наполеоном? Нет, с Наполеоном Александр Первый. По вашему, Перши. А это Другий или Второй. Слушайте, а подсветите мне ситуацию. В 1812 году столица империи в каком городе находилась? В Петербурге. Почему Наполеон на Москву напал? Ну, как вам сказать? Потому что Наполеон не имел цели. Вы знаете, почему Наполеон вообще напал на Российскую империю? Нет, я хочу спросить, почему он напал на Москву, а не на Питер? Я вам объясняю. Он не имел цели, чтобы ему там выносили ключи от государства или от города. Он напал на Российскую империю за злостное неисполнение Александром Первым, ранее заключенных Павлом договоренностей о континентальной блокаде Британии и экономической его блокаде, в частности, чтобы не поставляли пеньку. Российская империя была монополистом в производстве пеньки, которая не гнила в морском воздухе. Поэтому это было очень важно. Александр Первый, поэтому британская разведка и организовала убийство Павла Первого, потому что он был франкофилом, дружил с Наполеоном. А его сын, Александр Первый, уже был бритофилом. Он с Британией стал дружить, ну, не против Франции, но с Британией стал дружить. И поэтому Наполеон бомбардировал его письмами. И когда он отвечал отказом возобновить договора с Наполеоном, Наполеон в знак отместка решил дать бой российской армии на границе. Просто дать бой и уйти. То есть нанести поражение в качестве мести. Но поскольку российская армия не вступала в бой, а отступала вплоть до Бородино, поэтому он дал этот бой только в Бородино. И потом ушел. У него была целью только победить в одном бою российской армии и уйти. И вот такая его цель была. То есть армия Наполеона это такие дурочки, да? Которым говорят, мы сейчас в одном бою победим и вернемся, да? Потому что, ну, как бы мы побеждать Россию не хотим. Но хотим дать, потому что бомбардировали письмами. А зачем вам Россия, если у нее нет непосредственных границ? Еще раз, еще раз, почему Наполеон зашел в Москву, а не зашел в Питер? Ну, я вам сказал одну версию, другая версия тоже есть, потому что на Москву... Нет, вы мне рассказали про Бородино. Я вас спрашиваю, почему он зашел в Москву и не трогал Питер? Я вам отвечаю. На Питер были дороги плохие, там были болота. На Питер были болота, а на Москву была дорога хорошая. Ага, понял. Из-за того, что на Москву была дорога, то есть Наполеон сидит у себя в шатре. Ему приносят карту. Да, с конечнице он ехал, да. Да, ему принесли карту и говорят, на Питер не идем. А давай ебанем по Москве, вот там дорога охуенная, да? Ну, это вариант. Я ж версию говорю, я ж версию говорю. О, блядь, ну все сложилось. Да, до Питера биокарета не проехала, да. И все, блядь, как хорошо, что я вас встретил, мужчина. Вы такой вот почитатель. Ну, хорошо, выскажи свою версию, где стало интересно. Может, у вас какая-то своя версия есть? Я послушаю вашу версию, почему он пошел на Москву, а не на столицу. Ну, я, смотрите, я историю, типа, учил еще когда-то учился в школе, да, там, когда-то, 90-х. И это было там, это называлось отечественная война. Да. Наполеон спалил Москву. Скажи мне, батя, ведь не даром Москва сожженная. Да, да, да. Ну, так почему он на Питер не пошел в итоге? Почему он на Питер не пошел? Вот, и я вот спрашиваю сейчас у многих людей. Вот мне в детстве говорили, что Москва, сожженная пожаром, была французу отдана. Скажи-ка, дядя, ведь это же было не даром. Дядя говорит, нет, это было Бородино. Сейчас я уже понимаю, что в это время Александр, второй, как там, или первый, сидел в Питере, дрочил хуй и смотрел, как гибашит Москву. И он такой, блядь, ахуеть, заебись, что мы на Москву дорогу сделали. И Наполеон пошел на Москву. Ну, это с позиции Александра. А почему Наполеон-то не пошел? А Александр говорит, но заебись, что на Питер нет охуенной дороги. Заебись, что здесь болото, поэтому Наполеон сюда не пойдет. И он сдает Москву Наполеону, Наполеон заходит, сжигает Москву, и такой говорит, Николай Второй в Питере, извини, но к тебе по болотам я ебал идти, я возвращаюсь к Парижу, да? Ну вы свою-то версию выскажете, это вы комментируете мою. У вас там версия есть? Наступает решительный момент. Повестки-то всех на руках. Ну что ж, проанализируем обстановку. Их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русские, это какой чей отвечает? 17 гривен килограмм оказалось. Ну и что из этого? Ну как? Килограмм. Это не очень дорого. 17 гривен килограмм, это не очень дорого. И вообще во всем мире яйца меряются в килограммах, а не в штуках. Вы что, издеваетесь, что ли? У нас в килограммах измеряют, вы что издеваетесь? Есть мелкое яйцо, есть крупное яйцо. И все равно. Разные, и цена разная. У белкого яйца одна цена, у крупного яйца другая цена. Правильно. А если взять их в килограмме, это взять их за килограмм, это будет универсальная цена. Ты черная жопа, мне не нравится черная жопа. Ты черная. Наверно зря жалел Деникин хама. Их надо было брозгать да плетьми. А вот теперь ни воинство, ни храмов. Минократия помойки диктует моду на мораль. Мне наплевать, а сердцу горько. Еще раз зафиксировали, Петр, зафиксировали то, что я сказал. В Татарстане нет ни одной школы с татарским языком обучения. Это факт. Это факт. В Татарстане нет ни одной школы с татарским языком областью с татарским языком областью. Где было? В Австрове и Англии. Опа, так это и не было еще. Но еще в соседней стране. 70 миллионов. Они нас ненавидят за это. За то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Простучье семя, а вы ведем за родную Россию, как гуси их рассеют, тяжело будет и славеет. Простучье семя, как гуси их рассеют, тяжело будет и славеет. Простучье семя, как гуси их рассеют, тяжело будет и славеет. Простучье семя, как гуси их рассеет. Простучье семя, как гуси их рассеет. Продолжение следует...